Во Франции зафиксирована циркуляция африканской и британской мутации коронавирусной инфекции. Власти страны закрыли границу с Соединенным Королевством до нового распоряжения и усилили санитарные меры внутри Франции. При этом в Пятой Республике вновь растет уровень заболеваемости. Подробности у нашего собственного корреспондента в Париже Алисы Сдыковой. Третья волна эпидемии и третий локдаун похожи не за горами. В стране регистрируется около 20 тысяч новых случаев заражения и примерно 300 смертей каждый день. Находиться на улице после 8 часов вечера без уважительной причины запрещено в ряде регионов. Комендантский час начинается еще раньше, в 6 часов. Во Франции остаются закрытыми кафе и рестораны, кинотеатры, театры, музеи, спортивные залы. Школьники после каникул вернулись за парты, но санитарные службы усилили контроль заболеваемости среди учеников и учителей. Из-за циркуляции британской мутации коронавируса вырос риск распространения болезни через учебные заведения. О возможности введения третьего локдауна власти пока не говорят, но сами жители считают, режим общей изоляции непременно будет введен. Думаю, да, будет и третий, и четвертый. Потому что ситуация в стране такая, что скорее всего будет. Ну как готовиться? Работаем, ходим по улицам, стараемся держать дистанцию, делать все предохранительные меры. Вот по две маски носим. Люди не смогут все вакцинироваться одновременно, даже если захотят. А есть еще и недоверие к вакцинам. Чтобы всех привить, уйдет целый год. Однозначно. В 2021 году у нас еще будут локдауны. Я думаю, что локдауна не будет. Потому что ученые делают свою работу. И люди осознанно к этому относятся. Они понимают, что нужно соблюдать барьерные меры и носить маски. При этом по темпам вакцинации Франция сильно отстает от своих соседей. Здесь прививку от коронавирусной инфекции получили около 40 тысяч человек. Тогда как в Италии и Франции в 8 и 10 раз больше. В правительстве обещают в ближайшие недели ускорить темпы вакцинации. Но в соответствии с принятым календарем, основной части населения прививку придется подождать еще несколько месяцев. А это значит, что как минимум до весны французам придется продолжать жить с санитарными ограничениями.